Конец года как начало крупнейших за последнее время проектов. 2020 в Краснодарском крае станет годом реализации масштабных программ, оцениваются которые в десятки миллиардов рублей. То, о чем еще пять лет назад открыто отказывались, потому что откровенно не хватало денег, сейчас становится реальностью. Один из проектов – строительство Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов. За три года туда вложат 10 миллиардов рублей. В этом году мы начали строительство Троицкого группового водовода. В 2020 году дополнительно будет вестись строительство по всем трем водоводам – Таманскому, Ейскому и Троицкому. Будет построено 186 километров водопроводов, что, соответственно, улучшит водоснабжение населения не менее чем 900 тысяч проживающего в крае. Расходы краевого бюджета четко обрисовывают приоритетные направления – здравоохранение и образование. На строительство второй очереди краевой клинической больницы имени Ачиповского заложено почти 6,5 миллиардов рублей. На новый корпус для детской региональной больницы – больше 4 миллиардов. Почти в 2,5 миллиарда рублей казне обойдется школа для одаренных детей в Краснодаре. Так называемые мегапроекты стали возможными по простой причине – в казне появились деньги. Если в 2015 году собственные доходы в консолидированный бюджет края составляли 190 миллиардов рублей, то сегодня это уже 320 миллиардов. На текущий момент экономика Кубани – шестая в стране. Объем валового регионального продукта в 2019 году мы оцениваем в сумме 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Собственные доходы, как неоднократно сегодня уже говорилось, консолидированного бюджета края составят 320 миллиардов рублей. А в целом с учетом федеральных средств доходы составят 365 миллиардов рублей. Коллеги, вдумайтесь в эту цифру. То есть каждый день бюджет, консолидированный бюджет края прирастает на миллиард. Несмотря на то, что бюджет региона на 70% социально ориентированный, обязательная статья расходов – поддержка реального сектора экономики. Финансирование промышленных отраслей в текущем году составило почти 700 миллионов рублей. Мощные обороты набрал Фонд развития промышленности. За пару лет льготные займы получили 42 предприятия. Дешевые кредиты – это то, что необходимо как крупным компаниям, так и небольшим. В долгосрочной перспективе ставка делается как раз на малый и средний бизнес. Его доля в воловом региональном продукте уже сейчас достигла 33%. В 2019 году Фонд микрофинансирования выдал льготных микрозаймов на 40% больше, чем в прошлом году. Или, откровенно говоря, в 5 раз больше, чем в 2015. Было 250, в этом году – миллиард 250. Деятельность Фонда развития бизнеса позволила предпринимателям привлечь кредиты на сумму более чем 2 миллиарда рублей. Инструменты поддержки позволили реализовать сотни инвестиционных проектов, в результате которых в крае появились более 20 тысяч новых рабочих мест, в том числе в агропромышленном комплексе. Среди всех остальных отрасль показала самый большой рост в этом году. По некоторым направлениям кубанское сельское хозяйство способно конкурировать на мировом уровне. Среднекраевая урожайность по зерну, например, превышает аналогичный показатель в странах Евросоюза. В следующем году господдержка АПК увеличится и превысит 8 миллиардов рублей. Аграрии уже отреагировали на это рекордными урожаями. Собраны в этом году полмиллиона тонн фруктов и ягод. Это самый лучший результат за прошедшие 30 лет. Производство овощей вышло на уровень 800 тысяч тонн. Отрасль животноводства также стабильно развивается. С начала года произведено свыше 1,4 миллиона тонн. Впервые от каждой коровы получили по 7,9 тысяч тонн молока. Это более чем на одну тонну превышает среднероссийский показатель. На Кубани все это называют не тратами, а инвестициями в человеческий капитал. Это стало главной мыслью во время обращения губернатора на совещании по итогам года. Я хочу сказать, что я благодарен всем, каждому из вас, всем. В какой бы отрасли экономики он не работал, на каком бы уровне власти он не находился. Вот за тот результат, который сегодня есть. У нас сегодня есть возможность, финансовая возможность не просто говорить, но и делать. Поверьте, я прочувствовал каждую цифру, каждый результат. И мне намного важнее, я уже не раз говорил, чтобы вот все, что мы сегодня с вами заработали, все, все, что в бюджете, мы должны трансформировать в конкретный, видимый результат людей, которые его должны увидеть в окружающей их жизни. Вот что мы сегодня должны сделать. Вот эти огромные, огромные, даже не десятки, а сотни миллиардов. Сотни миллиардов, задумайтесь. Вот трансформировать в конкретные результаты в жизни. Задачи на будущий год в Краснодарском крае ставят амбициозные, но при этом полностью просчитанные экономически. Под каждый проект уже зарезервированы деньги.